Олег Саакьян, политолог, соучредитель национальной платформы стойкости и сплоченности, присоединяется к нашей беседе. Олег, приветствую и рад видеть. Взаимно приветствую. Да, давно не было. Вот как раз сейчас есть прекрасная тема, которую с тобой вместе и обсудим. Вот смотри, сегодня мы спрашивали у зрителей, традиционно по пятницам, что заставит Кремль перестать вмешиваться в дела других стран. Речь идет не только о выборах, а в целом. Да, вот эта история, когда просто для Путина сейчас абсолютно понятная история, что ему необходимы вот эти все очаги дестабилизации, так или иначе, чтобы как-то разруливать эту ситуацию и быть над этими схватками. И мы спрашивали у наших зрителей действительно, что это заставит Кремль отказаться от такой политики. Я для начала, да, вот Денис нам прислал, и попрошу вывести на экран, да, вот то же, что заставило фашистскую Германию, разгромное поле боя, ликвидация фюрера Путина, новый Нюрнбергский процесс, деноцификация Российской Федерации, да, распад, разделение РФ на части, ну тут посмотрим, да, вариант. И никак иначе законной истории не обойти. А, пожалуйста, твое мнение по поводу того, а что же может действительно изменить эту ситуацию? Ну, конечно, хотелось бы видеть такой сценарий, но есть одно но. Россия большая, оккупировать ее, ну, максимум Китай, может, Индия, возможно, но у Украины, тем более у Украины, а у европейских стран, скажем, нет ни воли, ни желания подобного, ни ресурсов. Для этого, поэтому, скорее, в нашем случае чуть-чуть другое. Но с основной мыслью я абсолютно согласен, что только самоаннигиляция России действительно позволит им не лезть в дела других стран. Россия должна быть занята собственными проблемами, а лучше, чтобы России вообще не было. И тогда не будет этих угроз. Видите, это желание, это не желание Путина, и это не решение Кремля. Это зашито в российской культуре. Почему российские либералы заканчиваются на вопросе Украины, а там через запятую Грузии, Молдовы, Армении и дальше кого угодно и соседей России? Поскольку это не про идеологию, а это про культурную матрицу, которая построена на культе насилия. Бьет, значит, любит. Боятся, значит, уважают. Кто сильнее, то ты прав. Именно сила в российской культуре является универсальным мерилом для определения статуса, правоты, привлекательности, любых других сравнений. Только сильный имеет на это право. И поэтому в российском понимании, конечно же, они праву силово, сильного способны и правы, и могут, имеют право навязывать свою волю всем остальным. Поэтому только бессилая Россия будет понимать, что она не имеет ни права, ни возможности это делать. Но если у России хотя бы некая сила остается, то они будут считать, что по мере этой силы, по ее размеру, соизмеримой ей, они будут выбирать по калибру тех, кому будут пытаться навязать свою волю. Это в их культуре, а не только в голове Путина, либо сегодняшних кремлевских обитателей. Необходимо помнить, что не Путин придумал россиян, а Россия была беременна Путиным. И они его возрастили не меньшей мерой, нежели сам Путин в течение своего лидерства влиял на российский народ, Путин пробуждал и опирался на их самые влажные, самые негативные вожделения и мечтания. Олег, а почему ты считаешь, что действительно, ну как говорится, аннигиляция, что в принципе я, ну не то чтобы там не верю, да, как бы если мы говорим о как бы самом государственном конструкте, возможно, таким образом, да, поскольку, да, мы понимаем, что есть очень много народности, есть очень много субъектов этой федерации, да, и вот было бы просто для самих людей, которые являются пока что составной частью, да, вот этой страны под названием Российской Федерации, заниматься своими проблемами, да, думать о своей культуре, о своей нации, о развитии своих народов и так далее, и так далее. Тогда таким образом мы подходим к решению, по сути, вопроса, который ты поднял. Но так ли это, насколько в целом, не то чтобы там неизбежен такой процесс, да, насколько он реален, поскольку мы понимаем, что есть очень много акторов в геополитике, которые иначе смотрят на состояние дел. Ну, они иначе смотрели и на Советский Союз. Чикен Киев, Буш-старший. Да, здоровья, не ты речь. До этого премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер, которая тоже занимала ту же самую позицию. Точно так же смотрели на крах Российской империи и тоже не хотели его. В общем, ничего нового, как говорится, под звездами. Шекспир все сказал уже за нас в этом плане. Поэтому тут, скажем, опираться на то, хотят или не хотят, не стоит. Я далек от мысли, что в России будет парад суверенитетов, и что Россия развалится на национальные государства, вернее, национальные государства станут причиной развала России. Если бы это было так, еще бы в 90-е годы это произошло. На сегодняшний день инфраструктуры для независимости, значительная часть национальных субъектов Федерации, их нет, этих элементов инфраструктуры. Условно говоря, они присутствуют только у полутора субъектов в России. Но это не отменяет того, что именно эти трещины, они станут полем скорее для экономического эгоизма и для того, чтобы региональные элиты не по этническому принципу, а местные криминальные группы, политические, силовые, прочие, они захотели установить свой более широкий вассалитет на своей территории и, в общем-то, показать и покрутить дули Кремлю в момент, когда он ославнет. Поэтому, конечно, расползание России – это очень вероятный сценарий, но не от национальных республик, к сожалению. Во-вторых, деградация – это не обязательно фрагментация. А деградация может произойти, навіть, в нынешних границах. Другое дело, что, когда я говорю о России, я говорю не о стране, а говорю о государстве, об этом укладе и о доминирующей культуре, которая там происходит. Причем эта культура не русских, поскольку русские, как таковые, этнические русские, они не имеют даже своего национального субъекта в России. Они растворились в понятии русских как россиян, то есть имперского одного синтетического большого народа, который порабощает всех, включая самих же русских. Внутри себя просто у них более прелегированное положение, поскольку они являются таким центральным, скажем, центральным народом, выбранным для возвеличивания. Но русская культура, у нас в множественном количестве букв С, это же не что иное, как идея исключительности. Вообще, что такое русский мир? Это всего три кита. На самом деле, если всю остальную шелуху откинуть. Это идея об культе силы, это идея о маленьком человеке, который ничего не решает, ни на что не влияет. Соответственно, безответственно, в маленьком человеке, там высоко сидят власти, и беднее. Я-то, а мне бы если бы сказали, да я же, на что я могу повлиять, а я политикой не интересуюсь, но все это туда. И третье, это идея о великости русской культуры. Идея исключительности. Ведь если есть великая культура, то значит культуры в чем-то измеряются. Не знаю, в литрах, граммах, килограммах, джоулях, ньютонах и так далее. Но в чем-то они должны измеряться, и, соответственно, есть великие культуры, есть какие-то культуры поменьше, маленькие, микрокультуры, не знаю. В общем, как-то у них там это в голове укладывается. Но очевидно, что российская культура, она великая, она над другими, она исключительная. Это присуще всем измам 20-го столетия. Фашизму, коммунизму, нацизму. Вот все эти тоталитарные фашистские, околофашистских измов, они всегда стоялись на идее исключительности расовой, этнической, национальной, экономической, шовинистической идеи. Разные абсолютно были. Вот в России исключительность культуры. Поэтому и говорить о том, что Россия откажется от этого подхода без изменения серьезного в себе, вот того самого катаклизма, о котором так грязит Путин относительно распада Советского Союза. К сожалению, не стал катаклизмом. И Россия не прошла осуждения ни имперской эпохи, ни советской эпохи. Они каждый раз делали вид, что они поменялись, и начинают с чистого листа, и прощали всем, что было до этого. Были империи, много империй, кровавых империй было. И многоевропейских стран проходили этапы колонизации всех ужасов этого. И Франция, и Британия. Но они эти странички истории переступали, осуждали, смотрели глазами колонизируемых через свою культуру, через журналистов, политические элиты, через писателей. И осуждали эти эпохи и деятели, и ценности, и подходы эпохи. Оставляли их в прошлом и не давали им возродиться. Через фашизм прошла значительная часть Европы и перелихорадила радикально правыми движениями значительную часть стран. И они осудили, засудили и оставили это в прошлом. В России же Российская империя развалилась, пришел Советский Союз и сказал, что все будет по-новому иначе. Но через 20 лет снова возродили культ империи. Через 50 лет он стал в полный рост. Советский Союз развалился, сказали, советское прошлое осуждаем, культ Сталина до этого развенчали. Через 20 лет снова Сталина в отрубили на палке, Ленина даже не стали закапывать, чтобы потом не выкапывать снова. И, в общем, сегодняшняя Россия, она в себе несет все родовые травмы и детские травмы Российской империи и Советского Союза, ровно потому, что не были осуждены. И самый страшный вызов и ловушка, капкан для мира, это если сегодняшняя Россия, подойдя снова к пропасти, пересоберется и скажет, мы все поняли и мы поменялись, и им все простят. Они снова не осудят, и лет через 20 теперь уже Сталинизм, до этого империализм российский пополнился, еще и путинизмом, сегодняшним расшизмом, и они снова вернут в учебники истории, в литературу, не знаю, будет ли на тот момент телевизор в нынешнем его выйти, но они все это вернут, и это все пополнит их национальный миф. Все эти страницы, которые должны были бы вызывать мурашки по телу и волосы дыбом становиться от одного упоминания, Голодомора, ГУЛАГа, российского колониализма, циркуляров в Волгуюске и всего остального. Нет, оно у них вызывает восхищение. Вот в этом проблема. Поэтому я говорю не о народе, а говорю о государстве и государственной культуре, о государственной в России имперской. Она должна постигнуть крах. Иначе она не будет пытаться надиктовать эту волю грузинам, молдаванам, украинцам, казахам, кому угодно. Один из важных моментов, кстати, усилия, у ГУЛТИ силы, обратите внимание, и ты, и зрители, что Россия не нападает насильно, а нападает только на тех, кого считают слабостью. Абсолютно, абсолютно. Это как раз показатель того. Вот как раз показатель того, насколько ты являешься тем силем, которым хочешь быть. Да? Ну, как бы. Мы воюем с НАТО. Ребята, где вы воюете с НАТО? Где? Вывод, где? Где? Вперед! Ну, вы же там как, не смешите наши эскандеры? Ну, так вперед! У вас там вот Финляндия рядышком. Я не призываю, я просто говорю о том, как это все оценивается, как это оценивается на уровне риторики и такой официальной позиции, которую там с этих кремлевских башен скидывает дальше по вертикали вниз. Олег, дальше. Вот еще одно сообщение от нашего зрителя. Леонид нам написал, да, что может заставить Кремль перестать вмешиваться в дела других стран. Расширение Курской операции ВСУ до Урала вплоть. Да? Вот так пишет Леонид. То есть, Украина должна проявить решительность и сделать то, что положит наконец-то конец этой войне. Как я понимаю, Леонид говорит о победе Украины в этой истории. Да? Если мы говорим о том, какую должна проявлять решительность Украина, то тут, скорее всего, Леонид, знаете, не только к нам тут вопрос. Да? Это понятно. Тут вопрос еще, скорее всего, и к нашим партнерам. Да? И тут тоже большой такой кейс, с которым стоит разбираться. Олег, вот если мы говорим о состоянии дел, вот на сейчас, как говорится, с учетом всех абсолютно информационных вкидов, утечек, возможно, и ПСО, возможно, каких-то переговорных треков, которыми, знаете, обрастает эта история под названием потенция переговорных процессов при участии Украины и Российской Федерации, то тут возникает вопрос. Как ты это видишь сам? К чему это может идти на самом деле? И действительно ли, как считает Леонид, возможно, тот указанный и бывшим главкомом заложенным и президентом Украины Владимиром Зеленским перенос войны на территорию Российской Федерации действительно способен изменить понимание ситуации? Ну, перенос уже произошел на Курщину. Понятное дело, что при разнице потенциалов на сегодняшний день, конечно, хотелось бы видеть такой сценарий, когда Украина может проявить эту решимость. Ну, абсолютно верно. Мы должны понимать, что разница потенциалов все-таки она присутствует, никуда от нее не деться. И, соответственно, говорить о таких фантастических сценариях на сегодняшний день не приходится, потому что они фантастические, поскольку у нас сейчас проблема с тем, что боевые действия в основном идут на украинской территории. Шапка закидательством тоже заниматься не хотелось бы. И проблема в том, что Россию несколько десятилетий после развала Советского Союза вооружали. Ей позволяли вооружаться, у нее покупали газ, подсаживались на эту иголку, туда заходили международные компании, за ними оставляли роль метрополии в всем постсоветском пространстве, с Россией советовались, Россию кредитом, авансом взяли в G7, расширили до G8 и много других вещей происходило. Потому что Россия росла на дрожжах и ресурсах западных инвестиций, откуда вошли в Россию. И они вооружались за этот счет. А Украину десятилетия разоружали и всячески склоняли к разоружению. И порой его даже не просто склоняли, а фактически ставили условия разоружения. Поскольку зачем вам оружие, войн уже не будет. Вы же вот рядом, у вас же Будапештский морандум, если у вас же все есть, вы же в ООН, да вообще как вы себе представляете это. И делали это не только из каких-то там меркантильных и других побуждений, а ровно потому, что и весь Запад разоружался, кроме, пожалуй, Финляндии, которая, наоборот, проводила политику поддерживания уровня милитаризации и не переходила все эти новомодные тенденции экспедиционных малых войн региональных. Они как раз понимали прекрасно, с кем рядом живут. Если вы живете с крокодилом, вы можете сколько угодно делать вид, что это как безобидная ящерица, и даже если она будет сидеть и играть на гармошке. Но не забывайте то, что это все-таки крокодил. И финны это прекрасно знают. Остальные разоружались. И Украину ввели в авангарде этого процесса. Тут, как в том анекдоте, жаль, что все куры умерли, а еще столько хороших идей было. Здесь опробировали целый ряд подобных идей, которые у себя даже в голову не приходило бы попробовать, либо инерционально не позволяло. Поэтому сейчас мы имеем результат на табло, в котором Украина призывает мир быть адекватными сегодняшним вызовом не потому, что мы просто жертва или потому, что нам должны симпатизировать как жертве, либо как хорошим парням, а потому, что это ответственность в том числе и мира обеспечить международную стабильность. И если Украина пойдет, то в таком случае пойдет и международное право под осколками российско-украинской войны. И все прекрасно понимают, и Залужин об этом написал очень четко и сказал в чатам «Хаос», что ни у кого же нет иллюзии, что Иран и Северная Корея объединяются вокруг России не против Украины. К Украине претензий у них никаких нет. Они объединяются там, потому что они не заинтересованы в существовании сегодняшнего, нынешнего международного порядка, который им не нравится. И они объединяются против Запада. Ну, а минутка у нас осталась. Тогда совершаю эту тезис, что... К сожалению, к сожалению. Да, на самом деле, вся эта ситуация, она, конечно же, кроется в способности, а не только в желании противостояния России. И переговорные треки сейчас, возможно, только вокруг сопровождения войны, отдельных ее компонентов. Энергетики, обмена пленными, других вопросов, как и экспортные. Но о завершении войны на сегодняшний день еще речь не идет. Мы только входим в глобальную войну. Собственно, она уже с нами, мы уже в ней, но еще только в начальной ее фазе. — Олег, знаешь, вот на этих словах как-то и спасибо. Не совсем ловко говорить, да, но удобно. Но все равно, как бы, я благодарю, поскольку, да, называем вещи своими именами. И, знаешь, не занимаясь тем, как ты видишь, шапкозакидательством, и надо снимать эти розовые очки, у кого, возможно, они еще как-то оставались. Всегда тебе рад, буду рад видеть и в дальнейшем. Спасибо за разговор. Благодарю за то, что провел этот вечерний час вместе с телеканалом Freedom. Благодарю. Алексей Океан, политолог, соучредитель национальной платформы стойкости и сплоченности, был с нами на прямой связи. Ребята,